Ряды моряков Николай Павлов пополнил в 1982 году, но задержался в Южной Пальмире лишь на год, отыграв 24 официальных матча за черно-синих. Николай Петрович признается, Одесса для него фартовый город. Создался здесь в Одессе после Минского Динамо, только потому что моей жене запретили рожать второго ребенка в Беларуси, у них климат не подходил. И здесь же моя жена забеременела, и в 1983 году у нас родилась вторая дочка, и я об этом всегда говорю, я благодарен за это Одессе. По прошествии многих лет бывший игрок Черноморца и нынешний наставник Мариупольского клуба не забывает об Одессе и все так же поддерживает дружеские отношения с товарищами и коллегами из Южной столицы. На футболе сидел с своими друзьями, и с Васей Щеком, Петя Челеби, с Лешей Гайдаржи, и конечно каждый раз, когда проезжаем, мы с ними встречаемся. Иногда встречаемся в злачных местах, но сегодня решили сделать исключение, и чисто только на футболе побыли. Одним из хобби Николая Павлова является разведение и уход за голубями. Этих птиц он уже оставил в Полтаве, Мариуполе, Киеве. Решил завести и в Одессе. На удачу. Хорошая. Прилетел, прилетел, прилетел. Хорошая, хорошая. А сейчас с массажистом Володей и черноморцем мы общались. Когда база была старая, там тоже он держал голубей. Мы договорились, что когда он приедет ко мне в Мариуполь, я обязательно приложу в гости, и мы голубей погоняем, как обычно. Николай Павлов известен своим талантом работы с молодыми украинскими игроками, достигая с ними большого прогресса. Программа «Неделя спорт» желает тренеру долгих футбольных лет и неувядающего здоровья, а также воспитать еще не один десяток талантливых учеников.